Что мы с вами знаем о тюрьме? Не так много, и это к счастью, потому что люди там водятся не самые приятные. В любом случае, сегодня нам удалось купить на аукционе чемодан бывшего заключенного. Давайте же узнаем, что там внутри. Друзья, вы просто монстры, вы молодцы, и мы поэтому радуем вас новым контентом. Всем привет, с вами снова я, Вячеслав Исмаилов или Живи. Под предыдущим видеороликом вы набрали 15 тысяч лайков, и это означает то, что в конце этого видеоролика мы воспроизведем эту запись с этого диктофона. И поверьте мне, я ее за кадром прослушал, и то, что мы с вами думали, это вообще даже рядом не стояло. Насколько там все на самом деле непредсказуемо. Ну а сегодня, как вы уже поняли из названия этого видеоролика, нас ждет распаковка очень большого и очень тяжелого чемодана. По слухам, с аукциона, а приобрели мы его именно на аукционе потерянных чемоданов, об этом нам говорит вот эта вот стяжка, он мог принадлежать заключенному. Там была пометка типа бывшему заключенному, и у нас появилась теория, что если этот заключенный сбежал, и мы сможем узнать и простроить его историю. Ведь если бы он просто вышел, да, то он бы забрал все эти вещи с собой, логично, логично, но они остались здесь. Распаковку традиционно мы начинаем с кармашков внешних, здесь ничего нет, и во втором тоже, скорее всего, ничего нет. А, нет, стойте, здесь что-то есть. Достойте-ка. Что, уже сразу украшение? Это что, брюляки? Это что, серебро или белое золото, или это брюляки какие-то? Если это так, то это может стоить кучу бабла, слушай, оператор. Офигеть. Правда, этот крест мне кажется каким-то знакомым. Мне кажется, что я видел его где-то в каком-то фильме, или где-то еще, не знаю. Напишите ваши версии в комментариях, если вы его узнаете. Ну, как обычно, во внешних карманов особо ничего нет, так что будем смотреть вовнутрь. Правда, знаете что, ребята? Мне спрашивают, почему ты покупаешь, типа, странные чемоданы? Где чемоданы мажоров, где чемоданы миллионеров? Все, ребята, будет, только не знаю когда. Ведь никогда мы не знаем, какой чемодан мы покупаем заранее. Есть только намеки от аукционов. А сейчас нам вот намекнули, что это зэк. Но ведь и у зэка может быть какая-то заначка, а? Как вы думаете, ребята? Поставьте видео на паузу и постарайтесь написать в комментариях, что ценного, что интересного нам удастся найти в этом чемодане. Кто отгадает, тот обязательно получит мое сердечко в комментариях. Ну, а если вы до сих пор не подписаны на канал Жизнь.Вия, подпишитесь прямо сейчас. Потому что только подписчики первыми видят содержимое всех сумок тсифов и чемоданов, которые распаковываются на канале Жизнь.Вия. Вы готовы? Три, два, один, скринш. Ну, сматье, да. Мне оператор говорил. Да не, давай не так. Давай, типа, по-другому. Смотри. Вау! Я всегда хочу сделать такую реакцию, когда ожидаю увидеть айфоны. Ау, ау. Деньги, айфоны. Наручники. Ты смотри-ка, а. Круто. Ну, как круто, жутко. И здесь есть куча различных бумаженций. Как сделать заточку. Что? Это инструкция по изготовлению заточки? Типа, зачем она нужна вообще? Не в смысле заточка, а инструкция. Странно. Я думал, типа, заключенным это говорят в устной форме. Или... Нет, подожди, я ничего не понимаю. Это же, получается, полицейская форма. Реально, она полицейская? Офигеть. Смотри-ка. Штаны. Фуражка. Реально, фуражка. Почти как моя кепка. Рубашка. И... Вверх. Фу, китель, по-моему. Но это-то зэковская форма. Это же форма преступника, заключенного, правильно? Почему это все в одном чемодане? И почему здесь бумажки какие-то? Личная карточка заключенного Бубулько. Украинец, что ли, или Белорус? Напишите, чья это фамилия? Бубулько. Какого он, достаточно ли? Здесь какой-то человек. Это, видимо, он на ростомере сфотографирован. Здесь его отпечаток здесь написано. Вот. И... Не знаю, очень плохое. Видимо, это какая-то выписка или что-то в этом духе. Подожди, мне кажется, или... У него что-то в руках. Что это? Я не понимаю. Явно какой-то предмет продолговатой формы. Да и сам он рофлит. Он орет в голосину, судя по всему. Ну, или кричит. А это погона, что ли, или что? Видишь звездочку. Я... Не знаю. Да. Похоже... Ну, блин, да. Странно. А, это может быть ментовская палка? Я не знаю. Все может быть. Хотя не очень похоже. Короче, ваши версии в комментариях, ребята. Мы всегда читаем. Всегда оцениваем. И здесь у нас лежит какая-то газетка. За... Не написано, ребята. Газета нам неинтересна. Так, давай составлять картину. Подожди. То есть, ты думаешь, что это представитель порядка? Если это погоны. Я не знаю. Но просто тогда у меня складывается, вырисовывается картина. Возможно, представитель порядка нарушил какой-то закон и тоже попал в тюрьму. Я не знаю. Но ведь от такого возможно. От этого никто не защищен. Все могут нарушить закон. Давай пока не будем переходить сюда. Посмотрим, что у нас здесь еще есть. Что-то выпало. Посмотрим это чуть позже. Я думал, это перчатки. Но здесь будто бы какая-то нычка. Как ее открыть? Это смартфон. Афигеть. Это почти планшет, я бы сказал, с таким-то разрешением экрана. Так, ребята. Я сейчас его попробую включить. Он заводится. Заводится. Смотри-ка. Запускается реально. Xiaomi. И давайте его содержимое. Мы посмотрим ближе к концу этого видеоролика, чтобы разобраться, посмотреть. То есть, смотрите, какой он хитрый. Он очень прошаренный. Это, получается, рабочие перчатки, да? В этих рабочих перчатках он, возможно, выполнял какие-то работы. И в них же прятал смартфон. Нифига себе. Но почему никто не проверил эти перчатки? Потому что он был блатной. Однозначно он был блатной. Потому что на воле он был каким-то серьезным человеком. Хотя, по-моему, в тюрьме это не очень считается как бы серьезно. Так, давай-ка мы посмотрим, что здесь еще есть. Здесь есть штаны. Опа. Вот так вот это дело выглядит. И здесь есть, получается, рубашка. Ого. Офигеть. И что, вот так вот заключенные выглядят? Как это странно. Как думаешь, а? Не знаю, по-моему, это не очень правильно. А? Что, у меня есть что-то на спине? Угу. Что там? Мой номер. Мой номер? То есть, вот так бы я выглядел, будь я заключенным? Жесть какая. Смотри-ка, здесь еще много чего есть, на самом деле. А, я придумал. Что ты придумал? Смотри. Короче, давай, я буду полицейским. Так. Вот, и заключенный. И че? Как, все. Руки вперед. Ну. Еще. Раз. Че ты делаешь? Вот так, одну руку. Че ты делаешь? Че? Вторую руку. Ай. Оператор, ты дурак, что ли? Ты че сделал? Да пусти. Я полицейский. Какой ты полицейский? Ты меня застегнул. Так так, я должен... Ты меня пристегнул. А что, если в этом чем-то, а не ключа нету? Ты вообще больной, что ли? Какой я тебе заключенный? Я че, похож на заключенного? Ну да. Заключенный 2, 2, 28. А. Ко мне. Ну, я 28, например. За че сидишь-то? Я вообще ничего не делаю, я не виновен. Ладно, все вы так говорите. Я знаю, я вас так ию. Ты меня сам арестовал. Ни за что вообще. Расстегни меня, оператор. Че ты расстегняешь? Я не хочу быть в тюрьме. Ладно. С другой стороны, может быть, таким образом я смогу лучше понять того, кому принадлежал этот самый чемодан. Ну, как сказать, чтобы понять кого-то, войди в его шкуру. Да? Согласны? Продолжим распаковку. Это будет, конечно, трудно, но возможно. Я кое-что еще увидел здесь. Смотри-ка. Обрати внимание, на что это похоже. А? Это похоже на план побега. Скорее всего, он где-то прятал этот план побега. Поэтому он такой маленький и такой тоненький. То есть мои подозрения о том, что он хотел сбежать и, возможно, это сделал, подтверждаются потихоньку. Итак, нашего заключенного звали Бубулька. Ну, это, говорит, его карточка. Также он, получается, планировал побег. И здесь еще есть много чего. Вот, например, эта штука. Опять все в газетку. О, это кассета. Знаешь, что с ней можно сделать? Что? Ее можно воспроизвести. А как ты ее воспроизведешь? Не даже USB или Bluetooth? А даже нет. Ну, ты дурак, оператор, конечно. Совсем что ли больное? Это же кассета. Она же воспроизводится кассетником. Ну, или плеером. Я не знаю. Специальная штука нужна. И мы вот в этом видеоролике, в предыдущем, как раз-таки такую нашли. Ну, собственно, мы ее и воспроизведем. Поменяем там кассеты. И все должно быть хорошо. Только эта кассета, судя по всему, она повреждена. Видишь? Ее нужно починить. Очень важно не допускать никаких перегибов. Не подумайте, что я настолько старый. Я просто видел это в фильмах. Вот таким вот образом все вроде бы как намотали. Теперь можно вставить это дело вот сюда. И воспроизвести. Ну, естественно, надо найти какие-то записи. Черт. 12 июля 2020. Я заключенный Бубулька. Заключенный Бубулька. Вы это слышали? Вот он. Это он. Смотрите. Так. Отлично. Это его записи. Заключенный. И скоро я сбегу. Он планирует план побега. Как я и говорил. У меня уже есть план. План побега. Я уже примерно знаю, как отсюда сбежать. Но никто не должен знать, кто он на самом деле. В смысле, на самом деле. А кто он на самом деле? Никто не знает, что он полицейский на самом деле. Или милиционер. Не знаю. Может быть, давно он уже не при службе. Поэтому он хочет сбежать. Никто не знает, кто он на самом деле. А если прознает, скорее всего, ему не поздоровится. Так что поэтому он хочет сбежать. План побега переносится. Видимо, кто-то заподозрил все-таки, что это никто иной, как... То есть он прознал, кто-то прознал про его план. Видимо, и поэтому план победы переносится. А-а-а, ну курия! Ой, это че-то хор! Блин, Крюшков, давай поговорим. Это че-то хор! У тебя есть не давай, там че-то хор! Давай поговорим. Че-то хор! А Кур, я спрашиваю! Ты знаешь, ты меня зовут? Да, Курик. Ну, а ты меня разводишь? Ты че, сипу тут какую-то хоришь? Нет же. Так, подожди. Ты к тебе говоришь, я подал так на море, а? Ну, не забудем. Где? Под этим неполадкулящиком. Ментал оборит, чем ментом? А-а-а! Ты че, ментом работал? Нет. Я говорю, что я эту штуку забираю. Я эту штуку забираю. И если узнаете, что ты ментом работал, то ту заточку, которую тебя научил делать, я ее вручу тебе и пущу тебе. Офигеть! Как все развернулось! Получается, этот Корешков все прознал. Он взял его на понт, и тот, видимо, раскололся. И, видимо, сам этот корень научил Бубулька делать заточки. И теперь ему угрожает. Мне очень интересно, что по итогу случилось. Корень все прознал. Корень все прознал. Мне нужна срочная эвакуация. План отменяется. Какой план? План побега? Какая эвакуация? Чего? Чего он несет? Нужна эвакуация срочно. Они спят или что? Бубулька! Бубулька! Такое нельзя показывать на ютубе. Даже слушать нельзя давать на ютубе. Черт! Я на измене! Чего за жесть? Чего за жесть? Чего за жесть? Я не знаю, что произошло. Неужели этот заключенный планировал побег, но кто-то узнал про него всю правду, и все случилось не лучшим образом. Я не знаю, мы должны продолжить распаковку. Так, здесь есть, я не знаю, это для погон используется или для чего. Но здесь еще есть какой-то большой сверток. Какой-то странный большой сверток. Черт! 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 Вот это попадос! Вот это попали мы, а! Офигеть! Это пистолет Макарова, что ли? Ну, понятно, да, он же у полицейских должен быть. Я ничего не понимаю. Если он действительно был настоящим полицейским, он никак не мог попасть на зону к обычным заключенным, потому что, ну, для них есть отдельные учреждения, и это очень опасно. Это все не просто так. Мне кажется, что здесь есть какая-то загвоздка. Мне кажется, что все здесь не просто так. Че? Это не настоящий пистолет. Смотри-ка, я хотел проверить обойму. Во-первых, он не на... Он вообще не работает. Не направлять ни на кого, самое главное. Как я должен взвести пистолет, будучи закованным? Нет, смотри, здесь нету ни патронов, патронники, да и самого патронника, нет. Это пневматика. Причем даже не травматика, а именно пневматика. то есть... Да, сюда заправляются пульки железные. Фух, слава богу. Тем более, это все очень странно. Тем более, это странно. Я думаю, то, что на все наши вопросы нам даст ответ этот телефон. Мы должны разобраться в нем, посмотреть, какие здесь есть данные. Даже если на нем есть пароль, мы сможем его сбросить. Да, скорее, здесь есть пароль, к сожалению. Мы сможем его сбросить и узнать, какие данные там внутри, чтобы понять эту ситуацию внутри. Но сейчас, ребята, вы дождались фин... Ну ладно, потом послушаем. Нам все равно нужна другая кассета. Сейчас я вам включу запись, которая расскажет вам всю правду о том, что произошло в предыдущем видеоролике про чемодан. Поверьте мне, вы будете шокированы. Скоро я захвачу эту больницу. Скоро я захвачу эту больницу. Оленька, 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 хватит баллоса здесь? Что вы там делаете, а? Какую больницу? Ну-ка, дайте мне ваш диктофон. Нет! Диктофон ваш отдайте. Все, таблеточки в палатке. Все, никакой вам больницы. без диктофона вот так вот получается. В любом случае, самое главное, что хорошо, что все хорошо кончается. Ну, может быть, не для всех это закончилось, конечно. Но, по крайней мере, в этой истории никто не пострадал. Офигеть. Да тут даже взламывать не пришлось. Здесь есть виджет переписки. Я отмахнул этот андроид влево и вижу здесь его переписки. Я все понял, ребята. Я понял, как все было на самом деле. И поверьте мне, это, это, это все переворачивает с ног на голову. И это просто жесть. И если вы хотите узнать содержимое этого телефона, давайте наберем снова под этим видеороликом 15 тысяч лайков. Я знаю, вы это можете сделать легко. И как только это случится, я покажу вам все содержимое этого телефона. Самое интересное, то что здесь есть даже видеофрагменты кое-какие. И мы их вам тут же покажем. Ладно. Кстати говоря, теперь-то мы ведь разобрались с этой историей, которая про сумасшедший дом. Но один вопрос остается открытым. Петр, наш знакомый, это сын того самого сумасшедшего? У нас был реально такой вопрос. Но мы спросили об этом лично Петю. Мы с ним встретились. И ответ на этот вопрос теперь находится у нас в телеграм-канале. Поэтому по ссылочке в описании переходите, вступайте в наш телеграм-канал. и там смотрите видеоролик про Петю. Все тоже оказалось очень неоднозначно. Давай меня расковывай уже. Ключи же ты не нашел. Ты что офигел, оператор? Ты что сделал-то? Что? Вызывай полицию, теперь пусть они меня распаковывают. Так они тебя не распакуют, они тебя так упакуют. Почему? Я думаю, что ты избежавший сзади. Так и что делать? Я не могу же так видео снимать постоянно. У меня уже руки анемели, блин. Кого искать? Почему ты думаешь, что у заключенного должен быть ключ от наручников? Ты вообще дурак, что ли? Что мне делать-то? Давай пили. Не знаю. Ладно. В любом случае, надеюсь, что этот видеоролик вам понравился. Вы обязательно подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые выходят каждый день специально для вас. Ну, а с вами был я, Вячеслав Васильевилов, вылиживее. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики кстати очень крутые. Советую тебе их посмотреть. ваше шуми. Субтитры